Изучать правила дорожного движения можно в игровой форме. В детско-юношеском центре номер один прошел открытый урок «Наш друг – светофор». К интерактивному занятию в фойе могли присоединиться все желающие, чтобы послушать основные правила дорожного движения, знать которые жизненно необходимо. Особенно важно напомнить о них во время летних каникул. Когда дети активно проводят время на улице, количество ДТП резко увеличивается. Так, за мае 2018 года на территории города Иваново зафиксировано 14 дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 18 лет, в которых пострадало 16 подростков. По статистике самые травмоопасные месяцы – мая-сентябрь. Зачастую дети просто забывают посмотреть по сторонам, переходя дорогу. Несчастные случаи с велосипедистами тоже не редкость. Я узнала новые знаки, которые я еще не знала. И узнала несколько правил, что может на дороге делать велосипедист. Какая дистанция между ними должна быть. И может ли он ехать по обочине. Еще одна площадка открытого урока была посвящена компьютерному тестированию. Специальный комплекс «Веселый светофор» позволяет проверить знания правил дорожного движения у ребят разного возраста. На 20 вопросов всего 150 секунд. Отвечать надо не только быстро, но и правильно. Разрешено ли переходить дорогу вне населенного пункта наискосов? Нет. Нет. Правильно. Обязательно ли велосипедисту при движении по загородной дороге надевать шлем? Да. Также инспекторы напомнили о правилах езды на роликах. Ребенок на роликовых коньках может попасть в беду, если будет пересекать дорогу, не держась за руку взрослого. Был у нас несколько лет назад такой случай. Девочка ехала по пешеходному переходу, но поскольку дорога неровная, имела уклон, она начала скатываться назад и таким образом попала под колеса автомобиля. То есть этот случай мы рассказываем и предостерегаем детей от того, чтобы без сопровождения взрослых через пешеходные переходы и вообще на дороге они не появлялись. Самокаты и гироскутеры тоже нужно использовать очень аккуратно, ведь даже во дворе может внезапно появиться автомобиль. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Итак, у нас было всего вопросов 20 правильных.